Часто так случается, что труд людей не заметил, но заметить его легко, надо только приглядеться. В нашем случае просто опустить взгляд вниз. Да, это пешеходные дороги, тротуары и скверы. И последних в городе было маловато, но сейчас ситуация меняется. И меняется технология, и возможно совсем скоро мальчик, топающий по лужам, останется только в наших воспоминаниях, потому как на хорошо уложенной тротуарной плитке луж нет. Конечно, это не рай для роллеров, но эстетически красивее, потрескавшегося экономного слоя асфальта. Это однозначно. Хотя, кто как кладет асфальт. Если Юж-Уралавтобан дока в строительстве дорог, то фирме Дор-Ремстрой мы присвоим кандидатские регалии. О главе города Магнитогорска Евгению Карпову звание градостроителя. Потому как до его прихода речь шла только о экономии и урезании городского бюджета. Интересно, куда урезали? Если сейчас денег хватает и на дороги, и на культуру. Если даже чего-то сделать нельзя, типа закатать в сайдинг и пластик, как комбинат, то сделать парки и скверы рядышком с храмами науки и культуры сейчас реально. Великолепная идея создать сквер искусств, сад искусств, вот подобно, допустим, летнему саду в Санкт-Петербурге, принадлежит мэру города, главе города Евгению Вениаминовичу Карпову. Вот года полтора назад он сказал мне, что мы сделаем вокруг консерватории сад искусств. Ну, вы понимаете, как я на это реагирую. Это замечательно, это прекрасно. Это действительно в европейских традициях. Я вижу, что мэр делает в нашем городе, как город украшается. Средства были выделены им же. Хочу поблагодарить и художников. Эта группа художников была во главе с Ренатом Шарафуддиновым, которые сразу откликнулись на вот эту идею, они работали над ней. Мы рассматривали даже вот этот проект, который они сделали на нашем ученом совете. И он был одобрен. Сейчас ведутся работы. Конечно, я за ними присматриваю. Я не могла мечтать. Мы с большой тоской смотрели на облупившиеся и поломанные уже ступени. И, честно говоря, мечтать я даже не могла о том, что вот когда-то наступит время, и все это будет сделано красиво. Поэтому вот то, что я вижу, я уже счастлива. Ну что ж, поблагодарим художников. И главное, это, конечно же, идея. Но реализовать придуманное не всегда возможно с точностью до миллиметра. И эскиз на практике так и остается эскизом. А идея в данном конкретном случае принадлежит главе города Евгению Карпову. И это его авторское право на проект красивого города. Но почему же в эфире многоуважаемой телекомпании мы увидели грубый наезд на строителей, выполняющих работы по утвержденному и одобренному проекту? Телекомпании, созданная для защиты интересов комбината, промышленное лобби которого в городском собрании и администрации города позволило за три года сделать Магнитогорск городом строительства. И эта процедура продолжается с невиданными ранее темпами. Возможно, проекты, основанные на жареных в несвежем масле слухов, пропитали и новостную редакцию. И так бывает, когда голодный журналист вынужден рыскать в поисках сюжета. На позитиве ребята делают сейчас и день геймидж. И даже ОРТ, названная 9 лет назад общественным расистным туалетом в руках беглого олигарха и перекупленной затем и отданной обратно общественности к другим олигархам, вложившим деньги и немалой в Челси и в Чукотку, работает позитивно. И поэтому рассуждения о вещах грязных мы ведем на фоне людей созидающих. Да потому что то, что они делают, востребовано горожанами. А грязное белье и мысли, и желания нет. Вообще-то широко задумано. Думаю, что-то будет лучше, чем есть, мне кажется. Ну, все это масштабно. А то, что было буквально за пределами и вообще скверы, украшают города? Думаю, да, конечно. Тут какая-то зелень должна быть. Это же вид в городе, более наш, у нас лесные массивы далеко, и в городе хотя бы что-то должно быть, и парк, безусловно, нужен. Но по скверику-то гулять лучше, по-моему, не по земле, да? Ну, да, да. Если все это благородить, если сделать как положено, думаю, все будет в порядке. Посидеть с любимой девушкой, помечтать о чем-то, либо сочинить музыку? Ну, в принципе, да. Да, конечно, конечно. Если не мое личное мнение, что совсем неплохо, если еще что-то посадят, такое интересное, все будет в порядке. Приятно идти по новой дорожке, еще не оконченного сквера, или раньше было тропиночками пробираться, особенно когда в дождик-то? Несомненно, приятно, конечно. Ну, во-первых, я уже с творческим взглядом вижу, что здесь будет. Мне кажется, когда-то я не видел, потому что всего лишь 15 лет в магнитке, но говорят, что где-то вот здесь была такая маленькая сцена. Я думаю, если бы вот это кто-нибудь вспомнил бы, дополнил бы, сцену-то сделать, наверное, не так трудно будет. Было бы вообще замечательно. Представляете, вечера, рядом очаг культуры, выходит оркестр, играет венский вальс. Я думаю, что это было прекрасное дополнение. А люди гуляют по скверику, да? Который выполнен ничуть не хуже, чем охотный ряд. Конечно, конечно, несомненно. И все-таки почему культура, почему не, скажем, металлургия, где денег-то много? Ну, прежде всего, искусство, это очень высокое. Я люблю музыку, я занимаюсь ей с удовольствием, хочу стать потрясающим музыкантом. А у меня родители, мама пианистка, и меня сразу же отдала в колледж по музыке. То есть будущие работники культуры, а культура сейчас все-таки приносит деньги. Ну, посмотрите, на чем наши звезды-то ездят. В общем, не самые бедные. Вы, наверное, можете их характеризовать. Как вот состояние души, когда идешь почему-то новому, в качестве, допустим, нового скверика, который будет ли украшать это заведение? Ну, новый сквер – это замечательная идея, конечно. Мы были очень рады, когда этот проект стал осуществляться. Поэтому будем гулять, когда здесь построиться, радоваться. А вот раньше здесь же, по-моему, ничего не было. И какие-то там на неведомых дорожках следы невиданных друзей. Ну, избушек там не было на курьих ножках. А что здесь можно, допустим, с точки зрения работники культуры поставить? Сцену там, допустим, возможно, какую-то беседочку для романтических вечеров? Мне очень нравится этот сквер, то, что этот проект начали реализовывать. Ну, я думаю, хорошие перспективы. И, конечно, для молодежи здесь будет очень удобно проводить вечера. Не, ну, все-таки главный культурный центр консерватории нашего города. Давно пора было сделать что-нибудь подобное. А вот это позитив, непридуманный и несмонтированный. И те, кто знает меня, и те, кто видит реальный осязаемый результат, скажут. Эмоции положительные не купишь. Их надо заработать умением создания мест красивых и оборудованных достойно. Дорремстрой вот может такие делать. И для этого приобретена и спецтехника, и привлечены умелые люди. И объектов много, и профиль деятельности широченный. И это не только скверы. Вот, к примеру, центр по присмотру за неблагополучными детьми в асфальт закатали. И это на заброшенной непонятно зачем метизной площадке. С мощными капитальными домами, жизнь которым вернуть необходимое. И не занимаясь прямой рекламой, давайте узнаем, чем же занимается фирма «Дорремстрой». Сегодня, сейчас, и здесь, и везде мы научились потихонечку делать красиво. Но и делать в соответствии с графиком и в соответствии с проектом. Так ли это на этом объекте? Значит, у нас есть утвержденные графики производства работ, согласно которым мы выполняем эти работы. Есть выданный проект администрации города, утвержденный всеми структурами и согласованный в том числе. Согласно которым производятся все виды работ. У нас есть также сметы, согласно которым мы выполняем все виды производства работ. Преображаем наш город с каждым днем все краше и краше. Хорошо, что администрация занимается парками, скверами в нашем городе. Ну, а мы, в свою очередь, делаем их красивыми. У нас рабочие работают уже на рынке, именно в городе Магиногорске, минимум 7 лет, квалифицированные специалисты. Теперь непосредственно к тому, что происходит. Территория в 6000 квадратных метров в скором времени будет закончена. И смонтированных в свое время левой задней ногой лестниц, сегодня, благодаря современным материалам и технологиям, сделают красивые ступени в будущее. И, конечно же, сейчас всех буквально мучает вопрос гарантии. И фирма «Дор Римстрой» гарантирует качество в условиях должной эксплуатации, ну, без танков и тяжелой техники. С первого взгляда можно посмотреть, что просто укладывается плитка. Но на самом деле, чтобы все были выведены линии, гладкая поверхность, это долгий и сложный процесс укладки. Этому учатся годами, так же, как и при строительстве укладки тех же жилых домов, ну, или прочего, там, промышленных объектов. Все делается долго, с карпатижным трудом, надежно. И наша организация предоставляет гарантии для города-администрации. А на данный момент по этому скверу, после выполненных работ, гарантия будет составлять не менее трех лет. Значит, мы должны за что-то отвечать? Конечно, нам бы хотелось показать большее, да и есть из чего выбрать. Объектов-то много, но начав с нашей точки зрения, с главного, нить повествования мы будем сматывать в информационный клубок, в дальнейшем. Потому как тем действительно много. И собственный замок, с каменной мостовой, и трассу с превосходным асфальтом. Ведь делать кто-то должен. Так почему же не фирма Дорремстрой? Ой.